У нас речь шла вот о таком простом устройстве, которое можно назвать по-разному. Можно назвать ворот, можно назвать колодец с воротом, можно назвать машину-катастроф. В математике известно такое понятие, как машина-катастроф Зиммана. Ну, вот это некий аналог, модель других катастроф, которые могут проходить в механической системе. Я напомню вам, что мы раскладывали простую механическую систему. Ворот, который представляет собой горизонтально расположенный цилиндр, намотана цепь или веревка. Представляете, обычный колодец для подъема воды. Имеется ручка, которую для краткости будем называть рычагом. Моделировать этот рычаг будем невесомым стержнем, закрепленным в точке О, на конце которого расположена масса М. Вначале надо сказать о положении равновесия ворота только лишь с намотанной нитью. Если мы рассмотрим только лишь ворот и намотанную на него нить, то, вообще говоря, нить будет разматываться, ворот будет вращаться. И мы придем вот к такому устойчивому положению нить, когда вся нить будет смотана и будет находиться на вертикальной прямой, на которой лежит и центр ворота точка О. Для того, чтобы нить располагалась на вороте и ворот находился в положении равновесия, необходимы некоторые дополнительные требования. Простейший вариант. Начало нити вот здесь, а нить, как мы понимаем, закреплена твердо, связана с воротом, чтобы не могла соскользнуть с него и слететь. Возможно такое расположение. Вот правая крайняя точка, точка крепления начала нити и, скажем, нить делает ровно один, ровно пол оборота. В этом случае, очевидно, система находится в равновесии. Если, скажем, эта нить будет короткая, вот такая, то, скажите, в какую сторону повернется ворот? Конечно, вправо и все. Значит, будем считать, что нить у нас совершает пол оборота и потом какое-то еще целое количество оборотов. И в этот момент, вот когда нить занимает такое положение, прикрепим этот рычаг, который находится вот в таком вертикальном положении. Посмотрим, что будет происходить, когда мы выведем эту механическую систему из этого состояния, из этой точки покоя. Положение рычага будем отмечать или задавать углом отклонения этого рычага от вертикали против часовой стрелки. Пусть этот угол А, величина угла в градусах, вертикали, кому как удобнее представлять. Мы понимаем, что при повороте ворота и рычага нить начнет сматываться с ворота, и некоторый ее участок, и вот этот угол будет лежать на касательной форме, но не будет уже располагаться вдоль ворота под дугой окружности. Пусть система находится в равновесии. Напишем соответствующее уравнение. Для этого надо рассмотреть силы, которые действуют на эту систему, и их моменты, сначала плечи, а потом моменты этих сил относительно точки окружности. Начнем с силы тяжести, которая действует на рычаге. Я эту силу обозначил рукой П, и, как хорошо известно, она выражается формулой П равняется МЖ, где G – ускорение свободного падения на землю. Плечо этой силы относительно точки О – это вот такой отрезок, кратчайшее расстояние от точки О до прямой, вдоль которой действует сил. Ну, я перенес этот отрезок вниз. Той целью, чтобы увидеть, получить прямоугольный треугольник, в котором гипотенуза равна L, а R – это у нас будет радиус ворота, R большой. А L – большая длина рычага. Так вот, посчитаем теперь момент силы тяжести П. Момент силы равен произведению силы МЖ на плечо. Это есть величина L синус альфа. Теперь посчитаем плечо силы тяжести вот этой нити, которая сошла с ворота. Мы считаем, что нить материальная, пусть D – ее линейная плотность, то есть масса единицы длины, считаем нить тонкой, это линейная плотность. Посмотрим, на какую длину опустилась, какова длина вот этого участка нити. Ясное дело, что это длина дуги, соответствующая углу альфа, лежащая на окружности R. Это в точности длина дуги. R альфа – это длина нити. Тогда ее масса, n малая, есть линейная плотность, умноженная на длину. Ну, соответственно, этому вес, это масса умноженная на две знаки, я пишу M, а именно D, R, альфа, умножаем на G, получается сила тяжести, и умножаем на плечо этой силы. Чему равно плечо? Пожалуйста, ответьте. Плечо – сила тяжести относительно точки О. Физику вспоминаем. Мы находимся на механике математическом факультете. Математика и механика – они разрывны. Математику мы применили, вспомнили синус, там, косинус. Плечо вот этой силы относительно точки О. Спасибо, конечно, R. Значит, умножить на R. Так, посмотрите, пожалуйста, все мы учли, ни в чем не ошиблись. Вот это уравнение есть условие равновесия этой механической системы. Значит, здесь есть одна переменная величина, это альфа. Альфа – переменная, а все остальное – постоянное. плотность, радиус, ускорение, масса, снова ускорение, длина рычага и так далее. Давайте поступим таким образом. Вот все эти постоянные величины перенесем в левую часть, ну, попросту говоря, разделим на M, G, A, и отношение постоянных величин в левой части обозначим одной буквой K малая. Тогда в левой части останется K умножить на что? Совершенно верно, потому что альфа меняется, а все остальное – с ним. Значит, K альфа равняется синусу альфа. Вот это уравнение есть условия равновесия этой механической системы. Это трансцензентное уравнение. Такие уравнения в школе не рассматривают. Если считать альфа неизвестным, то неизвестное стоит и под знаком синус, является аргументом генетической функции и выходит к алкогерическому образом. Поэтому для анализа этого уравнения используем графики. Альфа на оси абсцисс, но оси координат я никак не буду обозначать. Мы, тем самым, имеем две функции. Можно их обозначить. L от альфа, левая функция от альфа и правая функция от альфа. Что является графиком этой функции? Выходящая из начала координат с угловым коэффициентом K. График синуса. Известна Кривая, синусоида. Больше или меньше. И мы считаем, что лишь положительно все возможные прямые с положительным коэффициентом K, выходящие из начала координат. Мы ищем положение равновесия. Значит, нас интересует наличие корней у этого уравнения или наличие точек пересечения у двух графиков. Ясное дело, что если K очень велико, можно точно сказать, если K больше единицы, то прямые синусоиды пересекаются только в начале координат, если K больше единицы. Старшеклассники знают, что тангенс угла наклона касательной к синусу, к синусоиде, то в начале каждой наклона единицы производные синус равна коснус, коснус нуля равна единица. А дальше при уменьшении K картина качественно будет меняться. Сначала при K равном единице будет касание синусоиды, а если K меньше единицы, то появится новая вторая точка пересечения, помимо той, что которая была. Если K будет уменьшаться, продолжается уменьшаться, то возможно касание синусоиды вот следующей решением. При дальнейшем уменьшении K появятся новые две точки пересечения. Значит, два возможных положения разновесия. Величина K, если посмотреть, как она у нас тут родилась, значение величины K, коэффициента K, зависит от линейной плотности этой вот нити. То ли это такая легкая, с малой линейной плотностью нить, или веревка какая-то, или цепь железная, у которой плотность линейная и велика, и так далее. Вот и согласитесь, если K очень большой, вот это вот связанное с плотностью, то будет только одно положение равновесии ноль. Выясним теперь, какие из этих положений равновесии устойчивы, а какие неустойчивы. Неустойчивы. Давайте возьмем вот эту точку. Третью. Вот на третью точку пересечения, вот на том рисунке, который здесь указан. Это значит, что ворот сделал сколько полных оборотов, если мы рассматриваем эту точку? Правильно. Правильно, потому что вот эта точка 2B радиан, или 360 градусов, один оборот еще не может. Так. Хорошо. Выясним, это положение устойчиво или неустойчиво. Отклоним систему от этого положения равновесия. Увеличим немножко альфа. Это означает, что вот мы сюда повернули. Альфа увеличивается. Что при этом окажется больше? Какой момент больше окажется? Правый или левый? Посмотрите, пожалуйста. Или на рисунок, или на... Правый или левый момент? По рисунку здесь видно, или вы далеко сидите? Не видно. Вот при этом значении альфа. Какой момент больше? Левый или правый? Момент левой силы или правой? Тогда по-другому спрашиваю. Какая функция, значение какой функции больше при этом значении альфа? Что больше? Синус или линейная функция? Синус, конечно. Синус уже расположен над графиком. Это означает, что правый момент больше, чем левый. И, попросту говоря, перевешивает этот рычаг. Значит, если мы, проверяя систему в это положение, отпустим рычаг, то рычаг перевесит, поедет назад, вниз. Система будет возвращаться в исходное положение. Значит, это положение равновесия устойчиво. Точно так же можно посмотреть, если мы от точки пересечения двух графиков отклонимся в сторону уменьшения параметра альфа. При таком значении альфа плечо левой силы, то есть вот этой вот веревки будет больше, и она будет перетягивать. Значит, когда мы отклоним влево, это значит, мы рычаг сюда прижмем вот так вот, а веревка перетягивает, и система вернется назад. Значит, вот это положение равновесия устойчиво, я поставил букву У, соответствующую вот этой точке. Нужно отнести эту характеристику устойчивости к значению альфа. Точно так же можно разобраться, что вот это положение равновесия, соответствующее вот этому альфу, неустойчиво. Если посмотреть, какие же положения рычага соответствуют этим значениям альфа на этой рисунке, то, в прошлый раз мы об этом говорили, сейчас вам уже понятно. Вот устойчивое положение соответствует меньшему альфа, вот это нижнее положение, на рисунке там видно, а вот сейчас на экране вы видите верхнее положение, соответствующее этому, оно неустойчиво. Вот таким образом. И дальше они чередуются. И понятно, вот если мы будем рассматривать все большее и большее значение альфа, то в конце концов, или начиная с некоторого момента альфа, с некоторого значения альфа, будут пересечения? Нет. Пересечения не будет. Это означает, что система не может находиться в устойчивом разряжении. она берет, сматывается, сматывается, и вот очень хорошо, просто раз кто-то сказал, что вот, когда мы сначала опускаем ведро в колодец, мы сначала прикладываемся, или вращаем этот флор, вращаем, а потом вдруг, неожиданно, вот вдруг, можно сказать, вдруг, в какой-то момент мы чувствуем, что это ведро само туда поехало вниз. И чем дальше, тем быстрее, и надо поддерживать этот флор, чтобы он, так сказать, не расшатал вот эту опору, потому что там возникает биение, вот тут же эксцентриситет, масса, которая вращается, не находится в центре, вот биение, и когда вы будете, вот, так сказать, в старую колодец, посмотрите, там опора, вот обычно, или расшатана в земле, или чтобы этого не происходило, их заливают в такие, чугунные, так сказать, не чугунные, железобетонные, вот такой делают, там, подушку, и фундамент, попросту говоря, чтобы не было вот этих беей. Вот такой механизм. Итак, мы рассмотрели эту задачу с позицией статики. Статика, это раздел механик, который изучает положение равновесия. Статичная картина, неподвижная картина. А попробуем сейчас подойти к этой задаче с позицией энергетической. Пусть у нас система из положения равновесия, вот которой было вначале, полностью нить намотана на этот самый город, на этот барабан, и рычаг находится здесь, вот пришла в это состояние. Давайте посмотрим, какой потенциальной энергии обладает эта система в этом положении. Значит, начнем с рычага. Вот эта масса, занимавшая самое низшее возможное положение, по окружности перешла вот в это положение. Значит, давайте посчитаем ее потенциальную энергию. То есть, мы считаем потенциальную энергию этой системы. Она складывается из того, что вот эта масса М поднялась на некоторую высоту. То есть, потенциальная энергия считается по формуле МЖА. Так, ну МЖ, это понятно, это константы. А кто скажет, чему равна высота подъема? Здесь, посмотрите на эту картинку. Параметры есть, R, M, альфа, и какова же высота подъема массы M? от R пополам, наверное, нельзя сказать, что R пополам зависит от альфа. Вот, если, скажем, альфа равняется P пополам, 90 градусов, на чесень, мы повернули, то высота подъема будет в точности равна R. Если сделаем полоборота, то высота подъема массы будет равна 2R. Значит, от угла зависит. так, высоту мы видим. Я думаю, что все видят, просто неудобно проводить. Наверное, вот высота подъема. Значит, R отра... А, простите, L, конечно, L. Вот, от отрезка или от величины, от длины отрезка OM надо вычесть. Катит вот этого прямоугольного треугольника. Верно? Катит прямоугольного треугольника. А он равен... Значит, вот это L вычитаем от отрезка. Кто скажет, Катит прямоугольного треугольника? В 8 классе сейчас начинаем как раз по программе симуса, косинуса. Ну, а старший класс должен знать, как выражается Катит через гипотенузу. Минус L косинус A. Так? Все вспомнили? Или еще не проходили? Может здесь 7 класс? 8? Нет? Не забывайте. Так, хорошо. Это потенциальная энергия, связанная с воротом. Но при этом часть нити опустилась вниз. Значит, здесь произошло не приращение потенциальной энергии вот здесь плюс, взяли, знаю. А оба происходят. Значит, надо вычесть потенциальную энергию, которая соответствует вот этому положению нити. Значит, применяем ту же самую формулу. M, G и H. Но H будет отрицательным, но уже очень. Поставим знак минус. Так. Как же рассчитать потенциальную энергию нити? В задачах статики можно вместо пространственно расположенной массы рассматривать центр массы. Или, попросту говоря, центр тяжести этой системы. Значит, центр тяжести этого отрезка материального находится в середине. В середине. Значит, для массы я пока оставлю здесь место. M, G, и опустилась от центра тяжести опустилась на половину длины нити. Так, половина длины нити. Нить у нас имеет длину R альфа на половину длины нити. Так. Это вот расстояние, пройденное центром тяжести по вертикальной митрии. Теперь осталось массу. Массу мы уже с вами писали. Это линейная плотность, умноженная на длину нити. А длина нити R альфа. Вот каково значение потенциальной энергии системы в данном положении. При данном значении параметра альфа. Всякая система стремится прийти к какому состоянию? К равновесию. Так, можно сказать. Да, к равновесию, но в связи с энергией. Вот в положении равновесия каково значение энергии, величина энергии какая? Ну, постоянно. Так, еще варианты кто как скажет, точнее. На и? Наибольшее. Наибольшее? Ну, вспомните, вот шарик находится на склоне потенциальной яме. Шарик куда движется? Вверх или вниз? Вниз? Чтобы потенциальная энергия была наименьше возможной. альфа надо найти точки минимума этой функции. Это потенциальная энергия, зависящая от альфа. Значит, найдем производную. Значит, потенциальная энергия зависит от альфа и производную посчитаем. МЖ постоянная. Производная функции стоящей в скобке сколько? Один производная от L ноль константа производная косинуса синус синус минус синус плюс, значит получится L синус альфа минус а здесь производная по альфа посмотрите-ка альфа в квадрате у нас, да? находит производную будет два альфа двойки сократятся и останется D R G альфа и вот если мы разыскиваем точки экстремума этой функции и приорвняем к нулю производную то посмотрите у нас получится в точности то уравнение которое было записано из условия равновесия этой системы только здесь уравнение было записано вот так же а здесь у нас все перемешено в одну сторону здесь полностью все совпадает D R альфа G R D R альфа G так, что-то я еще а здесь я забыл вот так квадрат написано вот здесь полностью совпадает равновесия значит надо теперь исследовать как меняется знак производной при переходе через эти точки через какие точки а вот через эти точки в которых производная обращается 0 но мы их уже с вами отмечали здесь это точки пересечения графика синуса и линейный фунус и как меняется здесь производная можно легко определить мы говорили что больше все меньше вот так и Продолжение следует...